всем привет сегодня на моем канале я поделюсь с вами замечательным недорогим рецептом мороженого она у меня получается смешанная с клубничным вкусом и со вкусом вареной сгущенки очень вкусная для рецепта нам нужно вот пол стакана клубничного джема стакан обычной сгущенки 2 столовых ложки вареной сгущенки и пачка сметаны у меня 20 процентов жирности но чем больше жирность тем лучше приступим в миску выдавливаем всю сметану всю пачку в сметане добавляем сгущенное молоко и теперь все это соединяем не обязательно взбивать венчиком главное до однородности перемешать можно даже обычной делим нашу массу пополам половину отправляем к вареной сгущенки а вторую половину в другую мисочку сюда мы добавим клубничный джем вы можете взять любой другой джем какой вам больше нравится теперь вливаем клубничный джем и перемешиваем до однородности все перемешали теперь перемешиваем следующее мороженое с вареной сгущенкой перемешать будет немножко сложнее тут можно взять миксер у меня получилось вот так перемешать я оставила как бы маленькие такие вкрапления вареной сгущенки до однородности не стало мне кажется так будет интереснее вот так у меня выглядит мороженое этого получилось больше за счет того что было полстакана джема беру вот такие вот формочки у меня обычные формочки из икеи специально для приготовления мороженого к ним идут вот такие вот палочки теперь будем наполнять вот смотрите я буду наполнять вот так одну ложку такого мороженого и одну ложку клубничного чтобы было как бы слоями и так далее все формочки вот я все наполнила теперь закрываю палочками палочками я наполнила все формочки и вот столько у меня еще осталось возьму вот такую вот прозрачную мисочку чтобы вам показать как получается слоями и сейчас буду наполнять ее точно так же сначала одного мороженого потом другого получится очень красивое слоистое мороженое и снова со сгущенкой не обязательно закрывать все можно просто частями чтоб иногда попадалось и выливаю так все мороженое в мисочку вот так у меня получилась полная мисочка так кажется что она полностью все розового цвета но когда мы будем накладывать его оно получится разноцветное на дне мисочки у меня осталось еще не промешанное до конца вот видно беловатые такие вкрапления очень красивое получится мороженое так теперь убираем в холодильник в морозильник примерно на 5-7 часов я поставила в морозилку она уже пищит что пора закрывать закрываем все и теперь ждем когда оно заморозится итак вот прошло примерно 5 или 6 часов мороженое застыло я его достала одно оказывается съехала я не видела когда оставила будем пробовать доставать берем стакан с теплой водой вот так опускаем одну мороженку чтобы чуть-чуть подтаяло и пробуем доставать нет еще надо подождать или горячая вода я что-то подумала что сильно горячую не надо о так первая досталась смотрите какая она получилась во какая неоднородная так смотрите какие ну прикольные получились и теперь еще достанем вот такую что-то наподобие шарика не до шарик так положим его сюда и еще вкуснота даже пальцы вкусные но все равно красиво да тети смотрите какие получились класс на вкус обалденно готовьте ставьте лайки подписывайтесь на мой канал готовить как дважды два давайте готовить вместе до новых встреч пока пока пока